Всем привет, с вами Музей Роботов Трансформеров и сегодня на обзоре модели Dreadwind из Sega Transformer Power of the Prime 2018 год и выполнена эта модель в Deluxe Classy и является четырех режимным трансформером. Первое появление этого персонажа состоялось еще в 80-х годах и в тематике Power of the Prime он был выпущен именно с целью воскресить интерес к двум братьям, которые получили кольца власти, кольца силы и смогли трансформироваться в трансформеров. Не сочтите, что это масло масляное у трансформера. Трансформер может выступать многофункционально. То есть с одной стороны трансформер это модель с трансформацией, с другой стороны трансформер это существо, способное менять форму. С третьей стороны трансформер это часть расы трансформеров. Идет в комплекте он вот с такой красивой многофункциональной рукой. Есть у нее специальная заглушка, которую открыв можно увидеть порт для интеграции Prime Master. Хорошо. И бластер. Интересный, красивый, бирюзовый. Так, что же касается Dream Wind. Голова у него вращается, руки вращаются, поднимается, локоть и даже вот и плечом можно и локтем можно. Нога вперед, нога назад, колено, плюс вращение еще и пояса и в стороны. Очень высокая степень подвижности. Хорошо. Так, что же еще тут есть? Тут есть вот, например, можно его поставить в качестве нагрудной брони. Так. Трансформация. Давайте начнем с истребителя. Кстати, мне очень нравится, как реализован трансформация в истребителе. Прячем голову. Открываем конус. Закрываем. Все. Голова как бы спрятана. Ха-ха-ха. Именно как бы. Как бы спрятана. Как бы голова, как бы куда нужно. Так, открываем крыльем. Открываем крыльем. Далее. Открываем эту часть. Открываем эту часть. Стой, не падай из рук. Здесь вращаем. Здесь вращаем. Задвигаем одну ногу. Задвигаем другую ногу. Все. Это можно сразу сдвинуть сюда. Поставили. 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 И здесь вот. Прижали. Руки к ногам. Открыли хвосты. Все. Режим истребителя готов. Да, нет. Даже я поправлюсь. Это... 4,5 режимный трансформер. Поскольку его появление в аниме сериале трансформеры Мастер Форс в 87-88 год был обусловлен тем, что два брата истребителя могли объединяться в гиперистребитель. Эта функция также была реализована и в рамках этой и модели его брата из этой же серии. Хорошо. Для объединения с братом нам нужен брат. Брат у нас есть. Вот этот брат. Отдельно по поводу него будет видеообзор. Для трансформации нам надо сделать следующее. Повернуть крылья. Выставить специальный порт. Задвинуть эту часть сюда. Эту голову сюда. Она прячется как-то не очень. А почему? Неизвестно. Что-то не хочу спрятаться. Ну ладно. Объединяем. Берем крылья. Выводим так. Поднимаем хвост. Выводим крылья сюда. Выводим крылья сюда. Как бы стыкуем их вместе. Так. Все ли я? Ничего не забыл. Выводим крылья. Выводим крылья. Выводим крылья. Квалиант, например, можно было бы эту часть, например, сюда. А эту вот сюда. нет это уже мои домыслы думал они добавили еще как бы дополнительный режим фиксации но к сожалению нет не более того что уже мной показано не спрятать ее особо скажем так в как это ни странно звучит в моделях которые выпускались в 80 90 способ соединения был более надежный чем в этих двух моделях но суть примерно переда наверно то есть до нарабатываются трансформеры и могут объединяться поставить оружие 1 2 так и например использовать обе руки для создания супер ускорителя интересно сжалих нельзя смыкать вместе ну или хотя бы одну использовать давайте его вот такой вот невероятно большой своеобразный режим объединение принципе они его реализовали не поленились создали возможность хорошо можешь быть свободен так ну теперь режим 1 режим на гештальта для этого надо частично освободить эту часть вывести порт режиме трансформации не смотрел откуда не надо иначе вам идти сюда видимо все вперед берем например ногу от старт скрима и все режим ноги готов если вернуть сюда например посимпатичнее будет мне кажется так так гораздо интереснее выглядит это режим ноги давайте сейчас сделаем режим руки возможного гештальта кисть универсальный коннектор готов освобождаем руки освобождаем эту часть открываем выгибаем наружу таким образом здесь фиксируем давайте предположим что это будет правая рука поэтому мы в эту сторону делаем ее поворачиваем эту часть сюда и думаем куда зацепить руки вот так как цвета так не в тему да значит значит вот таким вот образом например можно например поставить бластер в это отверстие и присоединить руку да вот такая вот в эту сторону сделаем все вот режим руки возможного гештальта вполне себе изящно симпатично и правдоподобно хорошо давайте сделаем режим робота руки ноги и в качестве щита универсальная кисть в принципе на этом все подписывайтесь к нам на канал ставьте лайки приезжайте в музей всем до скорых встреч до встречи до встречи Продолжение следует...